Сегодня хочу представить видеофрагменты церемонии награждения победителей конкурса «Школьный патент-2019». Конечно же, в основном те фрагменты, где награждались мои воспитанники. Спасибо большое, Анжела Анатольевна. Я прошу вас помочь мне наградить победителей в номинации «Промышленный дизайн». Сегодня с нами в зале находятся два победителя, которые получают диплом в Гран-при. Это Рябовол Даниил и Татаринов Александр. Город Санкт-Петербург. Натальевское военное училище. Давайте все дружно поаплодируем нашим парням в форме. Все остальные победители, которые сегодня, к сожалению, не плюс в нашей церемонии, еще раз повторюсь, получат свои призы. Мы с ними сляжемся и все призы будут ставлены к нему почтой. Еще раз спасибо огромное всем. И сейчас для награждения победителей в номинации «Изобретение» на сцену приглашается заведующий, открытой лабораторией идей, методик и практик Алим университета ИТМО, Бодров Кирилл Юрьевич. А также для получения диплома Гран-при под номинацией «Этнические модели и приборы» на сцену приглашается Десертка Сергей, город Санкт-Петербург. И сейчас для награждения победителей в номинации «Важная для обороны страны» я приглашаю на эту сцену заместителя начальника управления интеллектуальной собственности Министерства обороны Российской Федерации Воробьева Олега Викторовича. Я вас всех приветствую в этом зале победителей. Вы знаете, сейчас вот посмотрел, мы делаем мир краше, креативнее, и мы делаем страну сильнее. Вы – это просто чудо. Я просто смотрю на вас и восхищаюсь вами. Вы – наше будущее. Я рад, что есть такие вот детишки, дети. Вот вы просто, говорю, вы – чудо. Можно сказать, что наша страна сильна и останется всегда сильной. Вы – наше будущее от защиты. Я хочу всех вас поблагодарить. Большое всем вам спасибо. Я просто вами горжусь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И так же диплом первой степени получает Полевин Кимон, город Санкт-Петербург. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В этом году Бразильская патентная организация выделила одну работу, выдающуюся во всех отношениях, и присудила автору специальную медаль – «Взгляд в будущее». И для вручения этой награды приглашаем на эту сцену президента Европейского патентного ведомства Ребресову Сауле Январбековну, а также руководителя опорной организации Роспатента и управляющего директора конкурса «Школьный патент шаг в будущее» Богданову Елену Леонардовну. «Знаете, сейчас у меня вообще переполнять не просто чувства, а у меня какая-то, знаете, державность и гордость появилась. Я никогда не думала, что государственный флаг может быть таким красивым и таким маленьким, умилительным, как эти милые дети, которые танцевали под родином, а я, я, это вообще, это просто потрясающе. Ну, я хотела бы вам сказать, что у нас есть еще конкурс, универсиада евразийская, который происходит, сейчас идет на нашем сайте. Победитель этого универсиада будет приглашен к нам в штаб-квартиру в Москву, мы оплатим все. Поэтому те товарищи и победители, и непобедители, кто участвовал в конкурсе, мы вас приглашаем участвовать в нашем универсиаде. Вся информация на нашем сайте через месяц, прием документов закончится. Поэтому я вас всех жду, я вас очень люблю. Ну что, я вам не очень горжусь. И я хотела бы вручить эту премию эфисенко Сергею, потому что где этот наш Сережа? Вообще Сергей в зале? Ну, красавец, красавец. Значит, Сергей даже не понимает своего чести, поскольку у Сергея будет сейчас золотая медаль евразийского патентного ведомства. Таких медалей на сегодняшний день, ну, я не знаю, всего, по-моему, получено детьми 8. Из них 2 иностранца. Поэтому у Сережи вы в десятке. И сегодня, когда день интеллектуальной собственности, под лозунгом «В борьбе за золото», Сережи, вы выиграли золото. Я вас поздравляю. Комбинации «Жизнь сказочных вещей в наше время» на сцену приглашается Юрасова Ярослава, город Брянск. Для получения диплома третьей степени также приглашается Киселев Дмитрий, город Санкт-Петербург. Прошу всех победителей оставаться на сцене. Для групповой фотографии не убегайте. А также для получения диплома третьей степени на сцену приглашается Барабанова Диана, город Санкт-Петербург. И для получения диплома первой степени на сцену приглашается Горячкин Егор, город Санкт-Петербург. А мы переходим к следующей подноминации, которая называется «Жизнь сказочных вещей в наше время» для более старших классов. Для получения диплома второй степени на сцену приглашается Гаврилова Мария, город Санкт-Петербург. Все победители, участники по номинации «Важные для оборонной страны» приглашаются на форум армии 2019 26 числа. Всех я вас жду. И, конечно, все наши сегодняшние звезды не записывали просто так. Это огромный труд и работа горячих сердец и талантливых педагогов. Давайте все вместе поблагодарим всех тех, которые занимались нашими ребятами. Я прошу, пожалуйста, всех педагогов, научных руководителей, родителей, которые занимались, помогали ребятам оформить свои работы, подняться на эту сцену для заслуженных аплодисментов. Прошу еще раз всех нужно поаплодировать, огромное человеческое спасибо всем тем, кто занимался с вами в этом году. Пока всем вручаются заслуженные наградки, и, может быть, кто-то из коллег хотел бы сказать пару слов о проделанной работе. Есть коллеги? Все стесняются, все получают свои цветы. Мужчина военный, мужчина военный, на вас возложили ответственность. Можно попросить вас просто прокомментировать, скажем так пару слов и поблагодарить, поздравить наших участников, от лица именно руководителей проектов. Тем более, что у вас такое большое количество победителей в этом году. Уважаемые гости, номинанты, родители, учителя. В общем-то, я работаю в образовании уже лет 8, именно в школьном, в среднем. И обратил внимание, что с детьми работать очень интересно. И когда у ребенка горят глаза, когда он увидел какой-то, сейчас у нас интернет, огромное количество информации, какую-то там безделушку и пытается ее повторить, сделать что-то более новое, более интересное, то, смотря как он просто сидит и ковыряет и в этих винтиках, в булочках, просто получаешь удовольствие. Поэтому, в общем-то, ничего сложного в том, чтобы что-то изобрести, нет. Надо просто работать, работать и работать. Спасибо вам, что вы здесь. Спасибо вам большое. Время влияет на дни события, давит, диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия сильной, свободной, богатой России. Время менять, обещания строптивые, на это сделано здесь и сейчас. Люди свободные, честно любимые, Завтра Россия зависит от нас. Кто, если не мы, сила поколения? Кто, если не мы, научное мышление? Кто, если не мы, прорыв десятилетия? Кто, если не мы, на годы, на столетия? Кто, если не мы, единая команда? Кто, если не мы, наука и пропаганда? Кто, если не мы, заставит биться сильны? Тоже сильнее мы, свободная Россия Мы в стиле не ждем в эпицентре стихи Мы строим проекты великой страны Мы помним историю нашей России И эту историю делаем мы Дерзко, уверенно, смело, логично Общие идеи и цели верны Легко нам не будет, и это отлично Успех наш зовется успехом страны Кто, если не мы, сила поколения? Кто, если не мы, научное мышление? Кто, если не мы, прорыв десятилетия? Кто, если не мы, на годы, на столетия? Кто, если не мы, единая команда? Кто, если не мы, науки, пропаганда? Кто, если не мы, заставить биться сильным? Кто, если не мы, свободная Россия? Свободная Россия! Пришло другое время, другое поколение С новыми идеями вперед и без сомнения Время быть лидерами, а неведомыми Время создавать свою новую историю Вместе мы едины, сшатая в кулак сила Дерзкая Россия, сильная Россия Сильные умами, духом не сломленные Идущие вперед, цели устремленные КМС, нам не нужен повод Мы не обойдем стороной ни один город КМС, сторона прогресса Россию сильную откроет в груди КМС Мы можем лечь встать, управлять экономикой Водить корабли и нас много добить Холодный рассудок и четкая логика Мы этим гордым и научим другим Кто, если не мы, сила поколения? Кто, если не мы, научное мышление? Кто, если не мы, прорыв десятилетия? Кто, если не мы, на годы, на столетия? Кто, если не мы, единая команда? Кто, если не мы, науки, пропаганда? Кто, если не мы, заставит питься сильным? Кто, если не мы, свободная Россия? Огромная Россия! Великая Россия! Любимая Россия! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова